Единственный за Уралом специализированный комплекс для тренеров, судей и спортсменов. Сибирскую академию самбо открыли в мегаполисе. О том, как это было, Александр Ширудила. Во всей стране, расположившийся в Новосибирске на фабричной улице комплекс, уступает только федеральному центру ФКСТОВА. Общая площадь Сибирской академии самбо – 3000 квадратных метров. Здесь можно проводить соревнования любого уровня, использовать комплекс как базу для сборов команд, проведение судейских семинаров и подготовки тренеров. Но главное, что здесь смогут заниматься сотни юных самбистов со всей области. Любой вид спорта, в принципе, в большей степени и на борт, она воспитывает не только спортсмена, не только физические нагрузки, но это и духовное воспитание в том числе, это правильное воспитание, это философия определенной жизни. А то, что Академия Сибирская академия самбо – это единственный пока спортивный комплекс, такой профессиональный, целевой. Это говорит о том, что мы возрождаем наш истинный отечественный вид спорта. Создание Академии – логичный шаг в развитии самбо на территории нашего региона, где уже реализуют целый ряд федеральных и региональных программ, посвященных национальному единоборству. Меньше чем за три года в рамках проекта «Самбо в школу» реконструированы и оборудованы необходимым инвентарем 16 залов в школах по всей области. А всего этим видом спорта на территории региона занимается больше трех тысяч человек. Проект «Самбо в школу» очень широко развивается на территории нашего региона. И это действительно повсеместно. Вы, наверное, можете вспомнить ситуацию. В Кыштовке приехал молодой парень, тренер, и благодаря его инициативе, благодаря поддержке региональной федерации «Самбо» в школах Кыштовки также этот проект стартовал. И самое удивительное, с первого года, даже можно сказать, с первых месяцев, количество занимающихся выросло там до десятков и сотен. Примечательно, что 2019-й объявлен годом «Самбо в России». И именно сейчас в Новосибирской области появился долгожданный специализированный центр. Три зала и современное оборудование позволят создать здесь базу для подготовки команд со всей Сибири. Учитывая, что национальная борьба уже получила временное признание Международного олимпийского комитета, возможно, именно здесь свои первые шаги сделают будущие чемпионы. Александр Ширудила, Артем Валевич, Новости ОТС.